Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 15 июля 2021 года, у микрофона Леон Майнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Хочу рассказать вам об одном очень интересном человеке, докладе, сообщении, который он сделал. Человека зовут Юваль Ной Харари. Это знаменитый, сегодня всемирно знаменитый, израильский, довольно молодой писатель, историк, исследователь, с которым я познакомился лично, познакомился не лично, а не помню уже сколько, нации тому назад, когда он выпустил свою первую книжку, ставшую мировым бестселлером, называлась она «Сапиенс. Краткая история человечества». Сразу же несколько человек из Израиля мне порекомендовали ее прочесть, был перевод на английский язык, я ее купил, и очень радовался, что купил. Так вот, Юваль Ной Харари. На всемирном экономическом форуме в Давосе он рассказал о том, кто будет управлять жизнью на Земле в ближайшем будущем, и как изменится человек в условиях постоянных технологических революций. Харари вообще, он историк, он автор бестселлеров, «Сапиенс. Краткая история человечества». Потом он написал еще одну, «Хомо деус. Краткая история завтрашнего дня». Итак, что же ожидает нас в недалеком уже будущем с точки зрения историка-исследователя Харари? На протяжении истории понимание работы, что такое работа, постоянно менялось. В течение довольно большого периода, можно сказать, что в большей части своей истории человечества люди вообще не работали, они выживали. То есть, сама идея работы, значит, я встаю, еду на работу в 8 часов утра, до 5 вечера нахожусь, делаю что-то. Это совершенно современное понятие. Наши предки, охотники, собиратели, в течение сотен тысяч лет обходились без работы. А вот тревожность из-за потери работы – это тоже сравнительно новый феномен. В ходе промышленных революций последних веков человек постоянно испытывал страх, что машины возьмут верх, а сам он останется никому не нужен. Впрочем, на этот раз я думаю, что это может оказаться и правдой. Вот как в случае с мальчиком, который кричал там «Волк! Волк!», так сказать, он не прибегал, не прибегал, а в конце концов, значит, волки все-таки пришли. Сейчас люди сталкиваются с более страшными понятиями, чем эксплуатация, который, так сказать, был знамя конца 19-го и 20-го века, значит, эксплуатация человека человеком, а у нас будет все наоборот. А люди смотрят прямо в глаза страшные вещи, которые называются ненужность. Вот когда тебя эксплуатируют, ты там, по крайней мере, знаешь, что ты важен, что больше некому работать. Отсюда и первая проблема с ростом тревожности. Полагаю, новые профессии все же появятся, несмотря на приход, так сказать, роботов, интеллекта и тому подобное. Вопрос в том, смогут ли люди себя переизобрести, чтобы занять вакансии в тех новых местах рабочих, которые будут появляться. И переизобретать себя придется, наверное, каждые 10 лет, так как мы переживаем не одну технологическую революцию, а целый каскад этих революций. Переизобретать себя в 20 лет, ну, одно дело, да. Но меняться дальше, там, 40-50, ну, очень тяжело. А также сильно повышает, идея этого повышает нашу тревожность, нашу обеспокоенность. Люди делают многое, что не считается работой. Например, растят детей, да. Мы много внимания уделяем роботизации, когда говорим о будущем рынке занятости. Столько же внимания мы уделяем и биотехнологиям, вернее, так сказать, большинство людей не понимает, что биотехнологии будут оказывать, уже оказывают, и будут оказывать не меньшее влияние, чем приход роботов на наши рабочие места. Множество новых профессий будет связано с пониманием человеческих эмоций. Даже беспилотные машины должны будут понимать, как себя ведут пешеходы. А уж, значит, это будет еще более актуально, если машины заменят банкиров, там, так сказать, соцработников. Если взглянуть на вещи чуть иначе, становится ясно. Нужно защищать не профессии, а людей, человечеству. Можно отбросить некоторую часть профессий за абсолютно ненадобностью. Они не стоят того, чтобы сохранять. Кто хочет всю жизнь быть кассиром, или кто хочет всю жизнь водить машины. Мы должны думать о людях, а не о профессиях, как я уже сказал. В данном случае у нас кризис не занятости, а у нас кризис смысла работы. Это я сейчас чуть-чуть поясню. По сравнению со средневековьем, люди сейчас живут просто в раю, но почему-то так себя не чувствуют. Мы умеем усердно трудиться, быть эффективными, но не умеем расслабляться. Если решить проблему с кризисом смысла работы, разрешим я проблему с досугом. Лучший совет, который Юваль Карари сказал, я мог бы дать, это вкладывайтесь в собственную приспособляемость. Все инвестиции наши, обучение тому или иному навыку, например, программированию, это лотерея. Почему? Вы не знаете точно, пригодится ли вам то или другое умение в ближайшем будущем. Пришли новые профессии, тестировать, все пообщались тестировать, никому больше не нужно. Но во времена хаоса, что точно понадобится, это эмоциональная и эмоциональная устойчивость. Способность пережить эти перемены, способность адаптироваться. Учиться нужно критическому и творческому мышлению. И этому возможно научиться и научить. Не знаю ни одного университета, правда, где бы этому учить. Кто бы не владел информацией, он становится владыкой мира. Это все более очевидно из того, что сейчас происходит с биг-теком. Возможно, мы одно из последних поколений хомо-сапиенс. Через век или два землю будут населять организмы, которые будут так же сильно отличаться от нас, как мы отличаемся от неандертальцев или от шимпанзе. Ведь в следующих поколениях мы научимся модифицировать наше тело и разум. И это станет главным продуктом экономики 21-го, может быть, может 22-го, но, скорее всего, уже 21-го века. Как именно будут выглядеть будущие хозяева планеты, конечно, никто не знает. Это будут решать те, кто владеет информацией. Они будут решать за нас, как мы будем выглядеть. В руках тех, кто будет контролировать информацию, будет контроль за жизнью на всей планете. Не к этому ли сейчас готовятся господа глобалисты. Информация – самый важный актив в мире. Не земля, как в древности, не промышленное оборудование, как в последние пару веков. Что же произойдет, если слишком большое количество информации будет, скажем, сконцентрировано в руках очень маленькой кучкой избранных? Еще раз. Мы видим сейчас на примере хай-тека, а у них еще пока крохи информации. Человечество разделится. Но, возможно, что не на классы, а-ля Маркс, а на различные виды, как когда-то Мерлоки всякие и прочее. Информация так важна, потому что мы достигли точки, когда можем взламывать не только компьютеры, но и человеческий организм. Для этого нужны две вещи. Нужна огромная, огромная вычислительная машина, мощность вычислительная, да и огромный объем данных, в частности, биометрических. До сегодняшнего дня ни у кого не было ни этих ингредиентов для взлома человечества. КГБ или испанская инквизиция, имеющие возможность наблюдать за людьми круглосуточно, не могли ничем даже близко такого придумать. Сейчас ситуация меняется благодаря двум идущим одновременно революциям. Развитие компьютерной науки, это расцвет машинного обучения, искусственного интеллекта, и развитие биологии, в частности, нейробиологии. Это, что я сказал, что я чуть-чуть позже объясню. Это дает нам необходимое понимание, как работает человеческий мозг. Можно суммировать полтора века биологических исследований тремя словами. Организмы есть алгоритмы. И мы сейчас учимся тому, мы имеете в виду человечество, те, у кого информация. Как расшифровывать эти алгоритмы? Возможно, самое важное изобретение для обеих революций – это биометрический сенсор, который переводит биохимические процессы в нашем теле и мозге в электрические электронные сигналы, которые может анализировать компьютер. Расшифровав эти алгоритмы, можно создать существа, которые будут лучше людей. Но как эти существа лучше людей имеют в виду быстрее считать, больше запоминать, быстрее вытаскивать эту информацию, сравнивать ее и прочее. Но как эти существа впоследствии будут применять эти технологии, честно говоря, никто не имеет ни малейшего понятия. Сейчас этот процесс ведется на трех фронтах. Первый – это биоинженерия. Ученые выращивают новые органы, обновляют старые, вмешиваются в организм на генетическом уровне и так далее. Но это и самый консервативный фронт, так как он использует традиционные кирпичи, из которых сложен организм. Каким мы его знаем, последние несколько миллиардов лет, если верить, что называется, Дарвину. Второй подход более радикальный – комбинация органического того, что мы имеем, и неорганического. Биоинженерия, например, фильмы по этому поводу снимаются, компьютерный интерфейс в мозге, вторая иммунная система, созданная из миллионов нанороботов и так далее. Но даже в этом случае ваш мозг остается органическим, несмотря на то, что подключен к различного рода устройствам, интернету и прочее. Третий и наиболее радикальный – это создание полностью, слушайте сюда, создание полностью неорганических форм жизни. Можно ли это сделать? Ну, пока открытый вопрос, но над этим серьезно работают. Остается нераскрытой тайна сознания. Мы до сих пор понятия не имеем, что это такое, как оно появляется у человека. Но уже первые идеи. Я сам знаю группу ученых, которые считают, что у них есть достаточно хорошее понимание этого. А общий консенсус сознания находится в мозге. И если взломать его и понять, как работают эти миллиарды нейронов, создающие опыты, эмоции, то не будет барьеров, чтобы воссоздать их на другом материале. Возможно, с неорганическими формами жизни у нас так ничего и не получится. Но все больше серьезных ученых убеждаются в том, что рано или поздно, убеждены, скажем, в том, что рано или поздно это произойдет. Сможем. Что после этого произойдет, никто не знает. Но сможем. Люди вообще не знают себя по-настоящему, кстати. Поэтому алгоритмы – это реальный шанс узнать себя лучше. Вот Юваль Карай приводил такой пример из личной жизни. В 21 год он осознал свою гомосексуальность. Он не исключение. Многие люди живут, отрицая этот факт. Они просто не знают о себе нечто очень важное. Вот представьте себе ситуацию, когда через 10-20 лет алгоритм сможет говорить тинейджеру о его ориентации. Или алгоритм отслеживает движение ваших глаз, давление, активность мозга и сообщает кому-то, не обязательно вам, кто вы. Даже если скрывать свою ориентацию от друзей и коллег, эти данные легко будет получать Амазон, Гугл, Фейсбук и тому подобное. Или новые ребятки, которые придут им на смену. Алгоритмы, следящие за вами, сообщат, к примеру, Кока-Кола, что если компания захочет продать вам свой напиток, то не стоит показывать рекламу с обнаженными девушками. Она, скорее всего, не сработана. Вы этого даже не заметите, но корпорация прекрасно знает, что эта информация стоит миллиарды. Как регулировать владение информацией? В отличие от земли и промышленного оборудования, информация везде и вместе с тем нигде. Ее можно копировать. Она распространяется с невероятной скоростью, ну и так далее. Кому же принадлежит информация обо мне? В настоящее время большей частью данную владеют и компании, и корпорации, и людей это беспокоит. Но если уполномочить правительство национализировать информацию, это приведет к цифровой диктатуре. Большинство людей вообще не осознают, что на кону. Когда у нас будут алгоритмы, способные понимать меня лучше, чем я сам, они смогут предсказать мои желания, манипулировать моими эмоциями и даже принимать за меня решения. Если мы не проявим осторожность, придет эпоха цифровой, как я уже сказал, диктатуры. В 20 веке демократия пришла на смену диктатуре, так как она была лучшей в обработке данных и принятии решений. Демократия распределяет информацию и наделяет институцией людей правом пользоваться этой информацией и принимать решения. Диктатура же сосредотачивает всю информацию и принятие решений в одних руках. Там наверху горят пирамиды, наверху пирамиды. Первая модель работала лучше, более эффективно, и поэтому, к примеру, американская экономика превзошла, намного превзошла советскую. Однако в 21 веке биотехнологическая революция может качнуть маятник прямо в противоположную сторону. Централизованное распределение информации может стать более, владение информацией может стать более эффективным. Если демократия не приспособится к новым условиям, новые люди будут жить при цифровой, снова, диктатуре. Возьмем, к примеру, Северную Карию. Люди там будут носить, скажем, специальный биометрический браслет. Когда человек входит в комнату и видит портрет вождя, скажем, да, то браслет считывает его эмоции, давление, передает данные в соответствующие органы. Вот так будет выглядеть цифровая диктатура. Контроль информации позволит мировым элитам сделать нечто еще более радикальное, чем цифровая диктатура. Взламывая организмы, элиты получат доступ, возможность перестроить будущие жизни. И это будет величайшая революция в истории не просто человечества, а всего живого на Земле. В Тетине более не менее 4 миллиардов лет правила существования на планете не менялись. Все живое подчинялось законам естественного отбора, органической биохимии. Но сейчас наука заменяет эволюцию с помощью естественного отбора. Эволюцию с помощью замысла человеческого, чьего-то замысла, не божественного, человеческого замысла. Немножко напоминает Вавилонскую башню, правда? Если не урегулировать этот вопрос, крошечная группа людей, элита, получит к ней доступ и будет определять будущее жизни на Земле. Многие политики, ну, как музыканты, они играют на человеческих эмоциях и биохимической системе. Политик произносит речь и вся страна охвачена страхом. Политик публикует твит и взрыв гнева происходит. Не думаю, что стоит давать этим музыкантам самые совершенные инструменты и уж тем более доверять жизнь всей Вселенной. Кому же должна принадлежать информация? Честно? Не знаю, сказал Юваль Карай. Дискуссия об этом только началась. Нельзя ждать немедленного ответа на этот важный вопрос. К обсуждению должны быть подключены ученые, философы, юристы, даже поэты. Но прогресс пока, обсуждение прогресса, незначительное. Захват информации значительный уже. Многие правительства там, ну, за исключением, скажем, властей Китая, там точно все понимают, также отмахиваются. У нас, мол, есть более срочные дела. И это очень опасно. Как историк, Юваль старается донести до максимально большего количества людей, что происходит в мире, чтобы как можно больше человек приняли участие в обсуждении нашего с вами общего будущего. Ну, а теперь поразмышляем сами. О том, значит, я вам пересказывал, ну, всякими, так сказать, ставками, дополнениями своими замечаниями, тем не менее пересказывал, по сути, что, так сказать, пытался Харари говорить. Часть того, что он сказал, это факты. Человек – это алгоритм, алгоритм поведения. По нему алгоритм легко определить, как заставить хомо сапиенс нас с вами делать то, что нужно. Кому? Обладателю информации о том, как воздействовать на человека. Причем сам кролик, ну, мы с вами, да, и наши дети, кстати, будут думать, что они все это придумали сами, что они этого очень хотят. Например, покончить жизнь самоубийством или, там, уколоться тем, что остановит деторождаемость. Еще факт, что людей уже начали исправлять и идут все дальше и дальше по пути этого исправления. Это пугает. Когда расщепили атом, думали о пользе, получилась атомная болва. Изучали вирус, значит, чтобы лечить, а получилось биохимическое оружие. Я не говорю конкретно об этом COVID-19, я говорю вообще о том, что они делали с вирусом. И лично я не верю ни одному, ни одному правительству, что оно действует или будет действовать, исходя из моих и ваших интересов. Но не верю, извиняюсь. А тут еще можно, оказывается, так вмешаться в мыслительный процесс, что можно из нас создать оловянных и даже, может, деревянных солдатиков, мечтающих умереть за родину или за планету, или за очередного Сталина, за Мао Цедуна, за кого-нибудь угодно, за Адольфа и Лавизовича. Или за что-то еще очень кому-то важное. Как сказал Юваль, жили то ли миллионы, то ли шестри шведы, по законам божьим, или, возможно, по дарвинизму, естественному отбору. А сейчас будем жить по правилам, которые нам придумает. И сейчас я ввожу свое слово. Номенклатура. Он это слово не употреблял, но мы это знаем, что это такое. Несменяемая власть. Что бы ты ни делал, выгнать их оттуда невозможно. Так что же делать, вы мне спросите. А вот что. Учить детей пока не поздно. Развивать в них умение распознавать фальшивые обещания, пропаганду, понимать, что последствия может иметь несколько причин. А не одна причина привела. Нет. Последствия существуют. Вот оно. А что привело к этому? Могут быть разные вещи. Или любое действие может привести к множественным, часто непредсказуемым результатам. Надо научить их не доверять политикам, историкам, лидерам, учителям, журналистам, а особенно воспитателям. Не доверять. Не верить на слово. А все-все-все-все-все проверять и анализировать. И надо развивать в них творческое начало. Только тогда можно выиграть у роботов и выстоять борьбу против того, всего того, о чем говорил и Вали, о чем я пытаюсь вам сказать. Ну, значит, закончить хочу тем, что на том самом веб-сайте, который мы сейчас готовим, скоро, надеюсь, уже скоро-скоро-скоро, его выпустим, сообщим вам. А, значит, Камертон Глобал, мы будем учить, думаю, что сначала августа, если Бог и Дарвин дадут, конечно. Значит, учить вас, как учить ваших детей. Как развивать в них вот все то, о чем я говорю. Посадить их за компьютер мы не сможем. А вас, если вы в достаточной степени поняли, что происходит, а что будет происходить с вашими детьми и с вашими внуками, то вас мы за компьютер можем посадить, чтобы лихорадочно стали учиться. Потому что спасение утопающего, господа, дело рук самого утопающего. Потому что если семья, вы, то есть, то есть, вы не вмешаетесь в эту катастрофу, то КГБ покажется детским садом. Значит, если не вмешаетесь, то погибли наши с вами дети и внуки. Конец. Потому что их зазомбируют, изменят, исправят и сделают, ну, как кому-то лучше. Как улучшают модель, там, стиральной машины или айфона, там, или там еще чего-нибудь такого, да. Не хотите, чтобы ваших детей включали и выключали за ненадобностью? Начинаете изучать, как воспитывать их человеками. Это пока еще в ваших руках. Но если вы, если вы не начнете этим заниматься, забудьте, что они вырастут такими, как вы, и поколения. Многие поколения перед вами мечтали. Если вы не вмешаетесь, то без всякого сомнения, политики вместе с Кайтеком, школы, университеты сделают из них послушное стадо. Уже делают, если вы заметили. А то ли еще будет. На этом все, дамы и господа. Ждите камертон.глобал. Мы объявим о его запуске очень скоро. До свидания. До следующей встречи.